Здравствуйте, господа! С вами я, Валерия, водитель такси из Тула, и наконец-таки пришел мой час расплаты. Я долго пыталась это игнорировать, но решила, что все-таки, все-таки надо дать какую-то ответную реакцию. Сегодня у нас речь пойдет про сверхзвуковые заработки в Туле. Можно ли реально заработать в Туле кучу денег или нет? Но прежде чем мы начнем с вами, я хочу порекомендовать вам самый лучший надежный таксопарк Ракета Такси, который подключает к Яндекс.Такси. Водитель самостоятельно может выбрать ту комиссию, которая будет для него более выгодна. Это либо 3% заказа, либо 3,7 рубля с каждого заказа для регионов и всего лишь 5 рублей для Москвы и Петербурга. Либо комиссия парка за целую смену. Это 45 рублей для регионов и 50 рублей для Москвы и Петербурга. У таксопарка есть заправки с таксометра. Он не берет никаких дополнительных комиссий с бонусной частью и денежки выводит автоматически, совершенно бесплатно, каждый день к вам на карту. А еще у него есть моментальные выплаты. Все ссылочки и контакты оставляю в описании под видео. Звоните и подключайтесь. Итак, я вам уже рассказывала, что перед Новым Годом у нас есть такой блогер Григорий Трудяга, который выпустил ролик, где он рассказывает, что в Туле заработки больше, чем в Питере. И вся эта ерунда длится еще с прошлого года. Ну, казалось бы, я же вроде вас игнорю. Ну, хватит, хватит вообще вот это вот все поднимать. Но нет, нет. Он не успокаивается, его там товарищи, друзья не успокаиваются, их все-все продолжает бомбить почему-то от меня, от моего образа жизни, от того, как я работаю. И они все никак не унимаются, чтобы не поднять тему вообще моих заработков, моего существования и так далее. Я все это игнорила, но решила, ладно, окей, ну раз вам так надо, хорошо, я вступлю в ваш диагог, но я надеюсь, что это будет последним. Немножечко я, конечно, припозднилась, но понимаете, дело в том, что не то, чтобы я сижу и мне нечего делать, как 3 или 5 или 10 видео подряд записывать про одну и ту же тему, поэтому как бы выйдет немножко с запозданием. Коллега, помолчите, пожалуйста, вы меня перебиваете. Да, у меня тут коллега есть, все не просто так. Так вот, товарищ Григорий, напомню я вам, выпустил ролик и сказал, что в Туле заработки больше, чем в Питере. Сравню, какие заработки в Туле и какие в Питере вы охереете. Я рад за туляков, совсем не рад за питерских таксистов, особенно кто на аренде. Кэфов вообще нету. Если в Туле они постоянно горят, коэффициенты, в Питере кэфов нету. А в Туле постоянно горят. В общем, я рад, что в Туле все так хорошо, люди там рубят бабло, заработок у нас упал. Ничего хорошего у нас не происходит. И то, что в Туле постоянно, постоянно горит коэффициент повышающий. На что я, естественно, ну я в это не верю, да, но я не могу, у меня нет каких-то фактов этим оперировать. Я предложила ему батл, ну типа давай ты поработаешь в Питере, а я поработаю в Туле. И тогда мы сравним, ну где правда, где реально можно заработать больше. Он этот батл не поддержал. После этого я решила, ну хорошо, окей, давайте я просто сама с собой здесь в Туле поработаю, покажу вам заработки. Ну, пообщаемся, все нормально. И все, и все, и с этого момента его бомбануло. И он все, он никак вот не может успокоиться. Он постоянно почему-то говорит о том, что я мало зарабатываю, я там какая-то балбеска, что я сказала, что в Туле невозможно заработать. Я просто хочу вот эту вот ставку сейчас сюда сделать для понимания, да. Так вот, этот товарищ трудяга узнал то, что у нас повысили цены. Кому-то решил, что у нас в Туле капец какие огромные заработки, и мы вообще здесь упаемся в деньгах. Я категорически с этим не согласна, я не говорю, что у нас прям вот все капец как плохо, но он сказал, что в Питере зарабатывают меньше, чем в Туле. Сегодня я хочу вам показать, сколько же действительно можно заработать в Туле. Товарищ трудяга сказал, что у нас весь день горит кэф. Хватит болтать, поехали зарабатывать, сейчас мы сами все увидим своими глазами, посчитаем и сделаем свои выводы. У меня уже какой день? Возникает вопрос, с вами все ли хорошо? Может быть у вас какие-то непонимания с русским языком? В какой момент жизни я сказала, что в Туле невозможно, блин, заработать? Почему, почему теперь, чтобы это опровергнуть? Люди там выходят по 15 тысяч заказов в день, делают только, чтобы мне доказать, что здесь можно заработать. Ну, чуваки, ну вы что, вот серьезно? Я разве говорила, что здесь нельзя заработать? Вот просто скажите мне, где, когда я сказала, что в Туле невозможно заработать? И какое это вообще к вам, к Питеру, к трудяге имеет отношение? Вот скажите мне, пожалуйста, я очень хочу услышать. Понятно, да? Все, суть как бы ясна того, что люди что-то перевернули в своей голове, интерпретировали так, как они захотели. Они, наверное, я не знаю, через пупок смотрят в мои видео, и через пупок их слушают, что они не понимают вообще речи, что я говорю. Но раз уж так вот очень сильно я их зацепила, и они вдоль и поперек там прошлись по моей личности, по тому, как я работаю, как я здесь ною, и какая я балбеска, ну давайте я тогда выскажу свое мнение. Ну, во-первых, ребята решили сравнить мой заработок и их заработок. Типа я ною постоянно, что у меня нет денег, что я плохо зарабатываю, потому что я просто тупо не работаю. А я что, отрицаю? Я что, когда ты говорила, что вот, я проработала там 15 миллионов часов и ничего не заработала? Ну, кроме вот той вот недели, которую я снимала, да, там реально было очень-очень тухло с кэфами. Вообще, по жизни, в принципе, я что, жалуюсь на то, что я очень много работаю и ничего не зарабатываю? Может быть, очень тупо сравнивать заработок, который зарабатываю я там за свои там 4-5 часов, и который зарабатываете вы за 12-16 часов? Логично, что я буду зарабатывать меньше, потому что я работаю меньше, чем вы, в несколько раз. Но это не значит, что я зарабатываю меньше, ну, по самому факту. То есть, понимаете, если я возьму там, грубо говоря, умножу там эти часы в несколько раз и доведу их до того же состояния, что и у людей, которые работают по 12 часов, наверное, у нас будет примерно похожий заработок, приблизительно. Где-то будет ближе к ним, мой, к ним, чем мои там тысячу-две, и их там 8, 20, 50, я не знаю, 200 за месяц, да. А потом они начинают сравнивать, вот видите, я-то тут, ноя, у меня тут нет заработков, а у них есть, что они, значит, сделали. Я, когда свой снимала видос, у меня был начало декабря, соответственно, спрос был такой, так себе, да. А чуваки вышли там, поработали в конце декабря, когда Яндекс вёл офигенные там плюшки, лужи, когда уже начал спрос подниматься. Блин, естественно, естественно, что у вас там будет классный заработок. Но я вам открою секрет, в тот день, когда там один из этих товарищей снимал видео, чтобы опровергнуть, что тут невозможно заработать, да, там были классные лужи, он неплохо заработал. Я тоже заработала в этот день неплохо. У нас были лужи там по 600, по 700 рублей, то есть вообще вот, ну, реально чётенько. Потом в Новый год там офигенные заработки у нас в Туле. Мне тоже вот это всё сравнивают. А я тоже неплохо заработала как бы на новогодние вот эти дни. Да, я не работала в Новый год, я там работала пару дней выходных, но у меня вообще нормально получилось, где-то тысяч по пять чистыми у меня за смену получилось. Не за целую, как бы не за 12 часов, но и не за 4, не за 5. То есть там я по 6, по 7 часов работала где-то так плюс-минус. У меня нормально тоже всё получилось. Но теперь у меня вопросик. Ну а как же сейчас? Как же сейчас вам нравятся вот эти вот заработки? То есть вы взяли, сравнили мои заработки со своими там какими-то суперзаработками. Вы бы ещё бы в Новый год вышли бы сравнить, чтобы мои заработки с вашими. А сейчас никто не хочет сравнить? Или вот сейчас вы тоже там по 200 тысяч рубите, по 50, по 20 в день? Когда у нас вообще нифига кэфы не горят, как бы работы особо нету, ну понятно, это время после Нового года. Так блин, работа в такси, она такая и есть. В какое-то время вот реально можно клёво заработать, в какое-то время вот такая вот тухлятина. И не надо мне рассказывать про то, что вот, надо просто работать, и тогда у вас будет крутой заработок. Ну сходите поработайте, покажите, как вы сейчас делаете по сколько-то там, по 13 тысяч в день. Очень будет мне интересно посмотреть. Они сравнивают меня, да, вот трудяга сравнивает меня с мужчинами, которые здесь работают. Мужчин там, у одного из мужчин очень большой приоритет, да, у него новая, свежая машина. Соответственно, у меня 8, у него 20 с лишним. Ну что тут сравнивать? Естественно, что этот человек, ну будет он больше зарабатывать, чем я. У нас просто с ним как бы неравные условия вот в данный момент. Но я не собираюсь, понимаете, ради этого покупать там какую-то новую тачку за миллион, идти её обклеивать и всё такое. Плюс они ещё сравнивают то, что я ничего не зарабатываю, и вот у них кэф там горит постоянно, да. Они работают ночью. Ночью люди работают. Я не знаю, что происходит ночью. Я уже ночью не работаю много лет и не собираюсь ни в коем случае работать. Я не собираюсь менять свою жизнь, поставить какой-то там ужасный сумасшедший график, только ради того, чтобы там зарабатывать, ездить спокойно, без пробок и всё такое. Мне этого уже вот так вот хватило. Я в своей жизни уже поработала ночью. Я больше ночью работать не собираюсь. Я лучше заработаю поменьше. Я лучше потрачу побольше нервов с кучей машин, но я ночью работать не буду никогда. Поэтому я сейчас официально, официально заявляю, заявляю. Спасибо, вы можете, конечно, собой гордиться, интерпретировать так, что вы мне доказали, вот эти вот мужчины, да, что здесь можно заработать. Но я и так без вас это знаю. Если работать в Туле по там 12 часов, да, выбирать определённое время работы, то есть не там тупо, да, всё подряд. И, наверное, определённые даже, может быть, недели работы, то можно нормально зарабатывать, можно нормально зарабатывать. Но только это нужно не спать, это нужно не общаться особо со своими близкими. Ну, потому что, ну, а как? Так, ребят, ну, честно вот расскажите мне, как вам вот, если работать ночью 12 часов, ну, то есть ты приходишь, когда все твои родные и близкие встают, там, уходят на работу, да, если у вас не одинаковый график, там, как общаться, как вот это вот всё совместить, состыковать? Вот каждому своё, я никому ничего не навязываю, и каждый может, как хочет, там, жить, это вообще всех право. Вот у меня аж даже окна запотели от того, сколько я тут разболталась. Мне трудяга предложил баттл с Михаилом как раз-таки одним из этих мужчин. Я хочу спросить, нафига, зачем мне баттл с Михаилом? Я и так знаю прекрасно то, что Михаил заработает больше, чем я, банально, хотя бы просто потому, что я не могу работать столько часов, сколько Михаил. Я не собиралась доказывать здесь никому что-то, ну, в смысле, зачем мне вообще, в принципе, по факту баттлиться с Михаилом, что я этим докажу? Ничего. Моя мысль была в том, что я не верю, что в Питере заработки меньше, чем в Туле. В чём тут Михаил, Тула и всё вот это вот? Ничего, заняться больше нечем, что ли? И хватит вообще, пожалуйста, ко мне приставать. Люди, поймите, пожалуйста, то, что я здесь показываю, да, на своём канале, я показываю свою жизнь, то, как я живу, как я работаю, я никому не навязываю делать так же, как я. Абсолютно никому. Вы можете делать вообще всё, что угодно. Если вам нравится за мной смотреть, смотреть не нравится, не смотреть, тут всё просто. И никакие там отсутствующие коэффициенты на картах таксометра, в заработках и так далее, я здесь не рисую, понимаете? Я не фотошоплю скрины, когда я снимаю для вас видео. Я ничего не придумываю, я просто показываю всё так, как реально у меня происходит. И если у вас там всю ночь горят коэффициенты 310, а у меня почему-то днём не горят, ну, я не знаю, почему так. Может быть, что-то со мной не так, может быть, как мне вот тут пытаются утвердить, я не умею просто работать. Как я должна здесь работать, чтобы уметь работать? Да всё просто. Работать 12 часов. Ну, ещё важный вопрос, это пробеги. Пробег автомобиля. Понимаете, вот я, допустим, за день... Коллега, помолчите, ещё не ваша очередь разговаривать. Я за день проезжаю около 70-100 километров, если у меня там никакой не дальняк не стрельнул, ничего такого. А теперь, пожалуйста, расскажите мне, товарищи, которые сравнивают всё мои доходы с вашими, сколько вы проезжаете в день, какой у вас пробег на машине, через сколько вы должны будете обновлять это всё. Блин, понимаете, машина – это нифига не вечный ресурс, он имеет свойство заканчиваться. Да, вы можете за ней классно ухаживать, но когда у неё там будет пробег фиг знает сколько, всё равно придётся что-то менять в этой жизни. А то, что надо менять в этой жизни, сейчас стоит очень дорого. Вы, пожалуйста, не забывайте считать амортизации, расходы на машину, цену машин, в принципе. Я знаю то, что я не смотрела, я вам сейчас скажу, я не смотрела канал Трудяги до этого момента, да. И сейчас я там отрывками что-то смотрю, когда мне вот люди пишут периодически, что он там опять какую-то чушь про меня несёт. Вот. Насколько я знаю, он, в принципе, раскладывает все вот эти вот факты, да. Там я заработал 500 тысяч в день, на бензин потратил 15 рублей. Вот, молодец, раскладывает, то есть пытается хотя бы что-то анализировать, считать. Но насколько я также слышала от своих зрителей, что он всегда говорит, что он зарабатывает 500 тысяч в день, да, а потом говорит, что в Туле заработок больше. Товарищ Трудяга, ну вы уж определитесь. А то у вас там в Питере заработать невозможно, а у нас здесь вообще... А то у вас там в Питере заработки фуфлу, а у нас тут классные, то вы по 500 тысяч в день зарабатываете. Надеюсь, на этом я всё сказала, потому что мыслей, на самом деле, очень много. Они у меня уже все вот так вот смешались. Потому что каждый раз я вот это вот что-нибудь смотрю, да, и я такая, а, чё, зачем вы, что вообще? Вам от меня надо? И сложно это всё укомплектовать. Мне, наверное, надо записывать каждый раз, что я думаю о том, когда я смотрю ваши видосы. Ну, просто, ребята, я хочу сказать вам, будьте добрее, блин, живите жизнь так, как вы хотите жить, так, как вам комфортно и как вам классно. Смотрите те каналы, которые вам нравятся и не будьте какахами. А сейчас я приглашаю сюда своего коллегу, потому что я тоже не пальцем деланная. Мне тоже есть кого пригласить и кому что сказать. Иди сюда, давай, залази, я тебе разрешаю. Ну, только не на коленке, вот сюда иди. Вот видите, я её научила, что она тебя боится. На сиденье-то нельзя садиться. Сюда иди. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, садись. Сидеть. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ты мне макияж весь ешь. Поздоровайся с подписчиками. Вот, товарищ коллега, что вы скажете мне о заработках в Туле? Вы уже заработали себе на самые вкусные косточки? Или вы зелень катаете? Как вы думаете? Она заработала? Мне кажется, вот эти вот очаровательные глазюки, наверное, зарабатывают просто огромные-огромные чаевые. И не сравнивается с вашими двухстотысячами. Да, коллега? Всё, на этом всё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok